Видя масштабы, вот разрушение одного даже города, мы даже не представляли, сколько времени надо, чтобы разобрать все. Цель у всех одна – спасти, несмотря ни на что. И тут уже не какие-то вероисповедания, взгляды на жизнь, на ситуацию в целом, они не мешают выполнять поставленную задачу. Минута тишины, на всех участках затекает работа, глушатся двигатели, люди выбегают на дорогу, останавливают машины. Даже полицейские присаживаются на асфальт, чтобы никаким движением ничего не спровоцировать, какой-то лишний шум. Оп, смена прибыла. О, а что, утро? Ну, так вот ориентировались, мы даже потерялись во времени. Какой день, какое время суток так. Ну, светло, значит, день, темно, значит, ночь. Парни приехали и говорят, что там нет еды. И ребята предложили скинуться сухпайками. Мы получили свои сухпайки на двое суток, собрали все. Ну, кто-то себе там что-то оставил, чтобы минимально прожить. И мы отвезли в эту семью. И я первый раз видел, как маленькие дети радуются обычной печеньке, обычной галете. И идет переоценка ценностей. Где-то переоценка, где-то ты начинаешь еще больше ценить то, что у тебя есть сейчас. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы нашли время для этого интервью. Поговорим мы с вами о достаточно тяжелых для вас вещах, о вашей командировке, командировке в Турцию и о тех спасательных работах, которые там производились. То, что вы увидели там, к этому вообще можно подготовиться? Ну, подготовиться к этому может быть и да, может быть и нет. Психологическая подготовка, она производится, но ты же выезжаешь на пожары, на аварии, ты видишь эти беды. Но к такой беде, тем более такого масштаба, вряд ли ты можешь сразу подготовиться. Эмоциональный фон надо отключать сразу же, потому что это не будет никакой работы. Все есть задачи, которые надо выполнять, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на эмоции. Потому что, понимая, видя масштабы трагедии, видя боль этих людей, которые фактически остались без крова. Вот мы работали, а они рядышком разбили лагерь и там жили. Поэтому просто механическая работа, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на время суда. Я понимаю, что вас учат этому отключению, но вот несколько десятков русских спасателей, которые туда приехали, я думаю, что все равно шоковое состояние было. Ну, оно было, но опять же повторюсь, что не время для эмоций. Мы когда приехали, я летел второй группой, вторым эшелоном, вот, приехали, там уже ребята приехали с участка, и мы спрашиваем, как работать. Они говорят, сложно объяснять, после первого выезда поймете. Вот, мы прилетели, получается, еще доукомплектовали лагерь, жилые модули поставили, и нам дали задачу, мы поехали на участок. Мы добрались в городе страшные пробки, машины, там, где скорая. Вы были в городе, вот, там, где вы ехали, как говорите, распробки? По фотографиями, по видео мы понимаем, что дорог вообще практически многих нет. Ну, мы прилетели в Газиантеп, оттуда маршем 86 километров перебросили нас в Кахран-Роман-Мараш. Про прилет, расскажите, пожалуйста, как вы прилетали туда. Сразу ли вы добрались до аэропорта, до того, до которого должны были добраться? Мы летели вторым эшелоном, через пару дней взлетели, все как в штатном режиме. Но при подлете к городу Газиантеп самолет запустили на второй круг из-за загруженности аэропорта. Ну, то есть это гуманитарная помощь, самолеты, которые, наверное, забирали людей, возили людей и так далее? Возможно. Где-то спасательные операции были, потому что порядка до 60 вообще международных отрядов прилетело в Турецкую республику. В городе, где мы работали, в Газиантеп, и потом переброска сил была, Кахран-Роман-Мараш, там работал 31 отряд. Вот. И загруженность аэропорта можно тоже понять, что кто-то прилетает, кто-то улетает. То есть не сразу добрались, как предполагалось? Недалеко, не сразу. Запустили нас на второй круг, а потом вообще дали посадку в другом аэропорту. Далеко? Порядка 400 километров, до 400, 380 до нашего лагеря, где уже стояла первая группа. Ну вот на машинах можно было туда добраться, но уже были с собой. Ну мы сразу прикидывали альтернативные способы доставки, личного состава, потому что время идет. Триста, там, 80 километров. Не такое же большое расстояние, но приличное. Не большое расстояние, но приличное. Это время, техника. Дороги разрушены. Сказали, что нет возможности. Ждали разгруженности аэропорта, утром взлетели, там перелет, и в 9 утра мы уже приземлились. В обед, до обеда мы поставили лагерь и уже выехали к месту проведения работы. Вот. Сразу же. Первое, что вы увидели знакомым? Много людей и здания, много разрушенных. Но у нас четкая задача. Координационный центр международный дает координаты, и мы и ехали. И нам сказали, что мы едим по координатам, и там пришла смска с дома. Ну, есть вероятность нахождения живых людей. И пробки где-то перегруженности, ты начинаешь сам, ну, напрягаться, потому что ты тут дорога, понимаешь, что каждая минута. Уже прошло несколько дней после землетрясения. Приехали, дом, половина есть, половина нету, половина вообще непонятно что. Запускается в первую очередь собака, осуществляется кинологический поиск. Ну, во-первых, понять стабильность строительных конструкций. Ну, если человек может наступить, плита может пойти, а собака все-таки легче. Она реагирует на запах в пустотах. Все, если собака обозначает нахождение живого человека, потому что собака у нас работает только по-живому. Ну, вот, вторая собака запускается. Необходимо подтверждение двух разных собак на нахождение живых. И потом работаешь. К сожалению, на этом первом выезде мы живых не нашли. Трагедия произошла в 4 утра, большинство людей, в 4.17. В 4.17, вообще, конечно, понятное дело, что люди спят, поэтому столько жертв, правильно? А возможности спастись, вот как вы, как специалист, вообще вы, как-то времени даже? Димитрия, с ними было несколько? Несколько. Первый толчок был в 4.17, минута 30 трясло все вот это. Второй толчок был в 13.20, около 50 секунд. И говорят, что что-то разрушилось в первый раз, что-то уже со второго. Город многоэтажной застройки, много малоэтажной. Малоэтажная такая более сильная, как афганские дувалы такие двухэтажные, узкие улочки. Вот они как-то менее пострадали. Наверное, и проще спасать людей из каких-то зданий. Если здание многоэтажное, то с верхнего этажа вся эта бетонная конструкция уже шансов, наверное, наставляется, кто был везде. Ну, находили людей и на нижней лежащих этажах. Где-то пустоты, где-то здание пошло, где-то начало крутить. Кто-то ложился, как сэндвич, плита на плиту, на плиту ровненько вниз. Знаете, по фотографиям и по видео, снятым там, видел очень странную для себя картину, когда одно здание практически полностью ложилось, рядом с ним стояло с лодком, и внешне оно было практически не тронут. И такие вещи вы видели? Видели, и при ближайшем рассмотрении, да, есть такое, но заходить внутрь, во-первых, и опасно. И, ну, вот мы работали рядом с одним зданием, у них строительство зданий идет первый этаж, цоколь, обычно магазинчики какие-то. Кафетерий, а второй уже, да, лишь уже пошло жилые. Но когда при ближайшем рассмотрении, смотришь, что здание в трещинах, где-то стекла повылетали, ну, а где-то полноценно целые дома. Но все равно надо проведить... Внимания нет, почему один дом сложился, а второй так остался, реально полностью стоять, практически. Нет. Местные, как бы, в этом тоже... Ну, местные сейчас озабочены другими проблемами. Страна очень религиозная, очень относится к погибшим. Некоторые там сразу накрывают тело, закрывают одеялами вообще работу спасателей. Ну, надо же и это понимать. Человек должен быть целым, как бы, и, да, он должен всегда остаться красивым. Скажите, насколько это страшно и сложно? Я представляю себе, что вы работаете вот возле какого-то здания, и... Ну, это однозначно, что там будут либо родные, либо близкие, либо соседи. То есть люди не уходили, как там работают? Они не уходили, они проживали круглосуточно. Кто-то уехал, но в основном вдоль дорог разбиты палатки, круглосуточно жгут костры, и они все-таки в надежде, что кого-то все-таки найдут. Даже ты, когда находишь уже человека погибшего, по несколько раз спрашивают, он точно погиб, точно погиб. Но до последнего люди верят. Страна очень сильно самоорганизовалась. Помощь была везде. Надо вода, пожалуйста. Местные помогали? Помогали. Помогали, даже на некоторых домах они с нами работают. Ну, стараешься их отстранять, потому что работают, ну, в опасных условиях. Ну, их тоже можно понять. Ну, конечно, ну, ходить никто не хочет, но это наверняка страшная реакция, когда доставали людей и понимали, что они боли. Ростынники чаще всего были рядом? Практически всегда. Ну, и процесс опознания, чтобы идентифицировать, это тот или не тот человек. Что это за эмоции? Говорите, бывает, эмоция, и понимали, что еще есть возможность найти. А потом понимаешь, что опоздал. После каждого выезда, не только про этот, любой пожар, там, ДТП, ты анализируешь свои действия, действия подчиненных. Где я мог сработать не так, где-то лучше. Ну, анализируешь каждое свое действие, каждый свой шаг. Чтобы потом, ну, не допускать в пересете этого, ну, совершенствоваться. Наши спасатели, спустя достаточно такое большое количество времени, мы все-таки выходили там, живых людей. Мы все об этом писали. Вы знаете, все очень радовались. Вот, наверное, как и люди, которые там живут, каждому такому случаю. Расскажите, пожалуйста, про такие случаи, про такие, на самом деле, что живут? Ну, мне, к сожалению, нашей группе, команде не удалось достать живых. Ну, на работе на участке, ты же видишь, на каждом доме, где-то какая-то группа работает. Мы работали на одном доме, на соседнем, достали живого человека. И оно сразу слышно, все кричат, хлопаются, радуются. Ну, и это подхватывает все участки. Буквально, как и минута тишины, когда ее объявляют, ну, чтобы услышать кого-нибудь. Потому что с каждым днем, с каждой минутой, как бы, силы человека ослабевают. Вот, и чтобы что-то услышать, и вот минута тишины, на всех участках затекает работа. Глушатся двигатели, люди выбегают на дорогу, останавливают машины. Даже полицейские присаживаются на асфальт, чтобы никаким движением ничего не спровоцировать, какой-то лишний шум. Надежда, она вот до последнего. Даже мы уезжали и видим, как люди работают, но они все равно надеются. Ну, вот во время вашей работы, вот таких вот минут, когда хотя бы кто-то где-то, хотя бы на соседнем доме, кому-то услышал? Или понимали, что кто-то понял голос? Ну, наверное, у нас, у нас в синем участке одно вот было. Я видел эти реакции, эти эмоции людей, и там вот, вот, кто-то живой. Все, туда стекаются все с улицы, буквально подрываются и работают с такой силой, как вот так вот, просто чуть ли не руками разгребают этот бетон, кусают эту арматуру. Спасли того человека? Да. Спасли. Спасли, и это эфреа. И вы видели этот момент? Да, видели, наблюдали, как люди ставятся цепочку, эти носилки передаются из рук в руки с такой бережностью. Как будто это самый, наверное, ценный груз или что-то. Через благосознание? Не видно было, ночью было. Ночью? Ночью, ночью. В свете фонарей это видно. Очень много криков, очень много радости. И потом это все, когда его в карету скорой помощи перегружают, отдают, и все хлопают, все участки, все, кто слышал, где, кто видел. Ну, это радость. Это поддержка, конечно. Конечно. А скажите, вот насколько вы были поражены, может быть, даже, вот вы говорите, вернулись, а еще находили живых людей. Но это ведь было очень много дней. Вот, я не знаю, вы лучше знаете в спасателе, в среднем считается, сколько может дней вот так выжить человек в таких условиях? Ну, медики говорят, без воды там до семи дней. До семи, но тут же было больше. Ну, люди уже же ослабленные, вот крайних, вот крайних кого доставали наши ребята. Что меня поразило, один был зажата нога и рука. Это человек практически был без движения, там матрасом был прижат. Хоть и все равно. Тут бывает, посидишь на коленку, обопрешься, мурашки. А здесь 7, ну, столько суток. Это 3 минуты. А тут, ну, это желание жить. Я думаю, что люди хотят жить всегда, в любом возрасте. Конечно. Вот. И эти силы дали им возможности дождаться. Прежде всего дают пить, пытаются согреть. Согреть и минимально пить, потому что обезвоживание организма и тепло. Потому что днем плюс 8, плюс 10. Вот плюс 8-10 днем и минусовая температура ночью. Насколько вообще вот она для этой спасательной операции, эта погода, ну, скажем так, хорошая или наоборот? Ну, днем тепло. Обезвиваемости людей, мне кажется, ну, минусовая температура ночью, это уже совсем. Ну, конечно, минус. Ну, ребята наши работали, никто не одевал ни бушлата, ничего. Все в движении. Состав группы выездной 11 человек. Командир, врач, кинолог. Ответственность за технику безопасности и спасатели. И когда на участке скапливалось, ну, какие-то другие команды, где-то много, мы сразу дом делили на несколько. Один участок большой делили на несколько, чтобы уже не было простое, чтобы не было отдыхающих людей. Потому что все хотели максимально быстро найти. Расскажите, пожалуйста, вы работали на том доме, где была гражданка Беларуси. У нас работала группа. Специально вот вы ехали туда, группа. Вот вы говорите, что вас туда направляли. Насколько я понимаю, все группы, которые туда приехали, вот этим центром распределялись. Мы сами захотели быть на этом доме или так получилось? Возможно, сечение обстоятельств. Возможно, уже координационный центр направлял команды. Понимаешь, что, наверное, ну, тут уже и так рвение есть, но это будет особенно. Потому что люди работали с рвением и менялись прямо на рабочих участках. Прямо там смена. Старшие команды обговорили цели и задачи, что, чего. Поменялись в лагере на отдых. И остальная смена работает. Работы не прекращались. Вот в режиме нон-стоп постоянно. 24 на 7 работали. Через сутки к этому привыкаешь? Или вот вообще к этому, к этому горе, к этой трагедии, к этим людям, к этим эмоциям? У меня виныка, я ведь понимаю, что и кричали, и плакали рядом. Ведь не в тишине работали, особенно когда местные рядом. Совсем не в тишине. Работаешь, несмотря ни на что. Люди плакали или молились? Ну, они как-то спокойно к этому относились. То есть старались не мешать своими эмоциями, я так понимаю? Старались не мешать. Но они помогали больше. Некоторые просто терпеливо ждали, как бы понимая, что уже... Но для некоторых была цель достать человека. Но вы говорите, что они очень бережно относились к своим усопшим и погибшим. Очень религиозная страна. Есть ряд обрядов, обычаев. И неоднократно, как только поднимаешь плиту, находишь там какой-нибудь матрас, ну, опрашиваешь, где расположение комнаты, чтобы усилить работу на этих направлениях. Потому что время было такое, что в основе люди отдыхали. И там уже работаешь медленнее. Некоторые граждане просили работать. Экскаваторы вообще неприемлемые. Хотя без экскаватора. Вот расскажите немножко, как вообще была устроена эта работа. Я хотела спросить, делились ли вы вот эмоциями? Вот ваша группа конкретно, ну, не посчастливилась, да, найти живых людей. Но наши ребята, ведь несколько человек нашли, шестеро, по-моему, да? На счету отряда шесть спасенных жизней. Шесть спасенных жизней. Делились эмоциями? Эмоциями делились уже по возвращению. Не до этого было. Получается, команды работали где-то по 12 часов, потом вышли на режим работы. Восемь часов, шесть часов отдыха. И с некоторыми мы виделись только, когда убывали. Что люди практически не пересекались. Потому что задача отработать, смена на участке, вернуться в лагерь, помыться, чтобы минимально перекусить и на отдых. Потому что следующее, если что-то срочное, тебя могут поднять и независимо от времени отдыха. Вот условия тяжелые вообще для работы были. Условия тяжелые, но мы готовы. И физически. Это понятно, что спасатели наши всегда готовы. Но на самом деле, это ведь достаточно холодно, это долго. Я понимаю, что когда мы здесь приезжаем, здесь в Белоруссию, я имею в виду, наверняка там и на пожары, и на какие-то, как вы говорите, ДТП, все равно это работа, которая заканчивается в течение нескольких часов. Правда? И вы переезжаете в другое место. А здесь это немножко другая нагрузка, другая работа. совершенно другая. И даже смотря, видя масштабы, вот разрушение одного даже города, мы даже не представляли, сколько времени надо, чтобы разобрать все. Вот. Понятно, что по живым людям счет идет, ну, дни там. Сейчас вот уникальные случаи, вот, когда мы уже вернулись, коллеги из Кыргызстана достали, нашли живого человека. Да, нашли живого человека. А еще сколько работы предстоит сделать местным властям. Дальше уже будут бульдозеры? Ну, возможно, да. Ну, структура, как бы, и специфика работы в аттестованных команды Инсарак в основном работают по живым. Потому что есть информация по живым и работать. А что значит аттестованных? Вот сколько было там аттестованных групп, и почему, вот что значит аттестованы? В нашем городе работала 31 команда. 10 команд аттестованных международной консультативной группы по стандартам Инсарак и 21 неаттестованная команда. Неаттестованные местные в основном, да? Неаттестованные других стран. А аттестованные команды, вот мы аттестованы как отряд тяжелого класса. В мире всего таких 36 отрядов тяжелого класса. А что это означает? Это значит, что отряд прибывает самостоятельно со своей техникой, оборудованием, личным составом и может автономно, автономно, независимо от чего работать полностью. Почему мы и прибыли, часть людей разбивает лагерь, часть уже поехала работать. Не ждали транспорт, пока организуется международный центр по координации на выделение. Все, у нас есть оборудование, питание, запас горюче-смазочных материалов, инструмента и вполне можно успешно работать независимо от каких внешних факторов. Есть определенные требования к отрядам, отряды среднего тяжелого класса. И процесс аттестации проходит. Аттестация дается на 5 лет. Потом, если отряд никуда не выезжал, переаттестация. потому что он не получил опыт, не реализовался. Так точно. Создаются условия, отряд объявляется сигнал сбора, прибывают все работники отряда к месту несения службы, проходит медицинский контроль, ряд офицеров штаба готовят информацию о стране, в которую предполагается полететь. Как и сейчас национальные устои, размеры бедствия, как себя вести с местным населением. Есть много нюансов. В каждой стране своя культура, свои поведенческие наклонности, все свое. Отношение даже государственным флагом и символом в каждой стране свое. Рассчитывают офицеры прокладку маршрутов, как ехать, сколько необходимо топлива, смена личного состава, водительского состава, подготовка соответствующих документов. Международная допуска по охране труда есть, сертификат, наличие прививок от желтой лихорадки, у собак должен быть кинологический паспорт, чипы. Это все-таки международные стандарты. Есть, есть. 10 часов дается на сбор оборудования, погрузка в технику и возможность убытия в любую точку мира для проведения работ. И работать то же самое в онлайн-режиме. Тяжелый класс это 4 команды, 2 работающие, 2 на смену. И так до выполнения задач, до окончания проведения работ. И дана оценка работе. вот отряд прошел аттестацию в 2013 году. В 2018 прошли переаттестацию. А сейчас вы пошли то, что круче любой переаттестации? Ну да. Есть международные требования вообще к проведению работ. Почему важно было прибытие... Ну вообще ситуация землетрясения произошло с воскресенья на понедельник. В понедельник мы заступали на сутки и сменяющийся офицер у нас оперативный дежурный мониторит сайт виртуала сок, где наблюдаются ситуации по всему миру. Не только землетрясения, но и там наводнения, все вот эти природные катаклизмы. И все. И с утра уже доклад офицера, что в Турции произошло землетрясение и на этом сайте страна потерпевшая бедствие разместила статус. Они уже разместили, что... А селепомощь? Да, они разместили, что необходима помощь отрядов именно тяжелого класса. Я думаю, что вы не сомневались, что наш глава государства примет решение помогать. Мы сразу начали прорабатывать вопрос, доклад командиру и пошла эта работа просчетка маршрутов и все это закрутилось, залетелось. Вот вы говорите об очень четкой организации спасательной операции. Как бы вы оценили то, как это было вообще организовано? Насколько мобилизовалась сама Турция? Турция очень сильно организовалась и организовались... Это же все службы, вся страна затрагивает абсолютно всех. Причем не только службы, но и сами граждане. Мы приехали работать на дом, подошел мужчина и на таком достаточно хорошем русском, чем я могу помочь, там, то, все. Нам, он нужен переводчик, где-то он помогал, все, потом уже в процессе спрашиваем, откуда вы русский знаете? Он говорит, а я с Анталией приехал. А там много... У меня два отеля, я просто приехал сюда помогать. Сам приехал. Сам приехал. И вот технику предоставляли для доставки личного стола на участке, добровольцы, волонтеры, наклейка висит АФАТ, местный МЧС, и они осуществляли это помощь. Но люди вам помогали все? преград вообще никаких не было. именно что даже местами неуютно себя чувствовать, что окружали вас заботой, да, где-то тебе надо там воды прямо на участок принесут, да, я сам могу взять, но вот это отношение людей к спасателям, ну, очень сильно так, поддержка чувствовалась людей, да, самоорганизовалась страна очень сильно, ну, как говорят, горе сплачивает людей, да. Вот я наблюдала за тем, что там действительно очень многие страны откликнулись, да, и послали спасателей, и послали гуманитарную помощь, вот в этих условиях, ведь работали вы, рядом с вами были те же наверняка там и французы, и немцы, возможно поляки, вот просто смотришь на ситуацию и понимаешь, что, наверное, вот в таких случаях люди все-таки умеют объединяться, потому что сегодня, в сегодняшнем мире очень мало случаев, когда страны могут объединяться. Как работали вот друг с другом? Встречались ли спасателями из других стран? Встречались, работали на участке с Израилем, с Панамой, с россиянами, вот, и еще с россиянами когда работали, с одним командиром разговаривали, он говорит, хорошо, не то, что мы разговариваем на одном языке, что мы понимаем еще друг друга, мы можем разговаривать на одном языке, но не понимать, и приятно было работать, и с израильтянами тоже, где-то английский язык, где-то все-таки язык жестов, никто не отменял, и вполне успешно работали, и выполняли задачи. Никто не смотрел, кто какой, национальности, религии. Абсолютно. Это такие грани, которые отходят на задний план. Цель у всех одна спасти, несмотря ни на что, и тут уже не какие-то вероисповедания, взгляды на жизнь, на ситуацию в целом не мешают выполнять поставленную задачу. Наши спасатели, насколько я понимаю, работали достаточно эффективно. Вот вы видели, как работают рядом люди. То есть все работали в принципе на износ, правильно? На износ, и ты работаешь, ты не следишь за временем, ты работаешь на результат, и только по радиостанции слышишь, оп, смена прибыла, о, а что утро? Ну, так вот ориентировались, мы даже потерялись во времени, какой день, какое время, суток, так, ну, светло, значит, день, темно, значит, ночь, и все. Все сконцентрировано было исключительно на работе, потому что, ну, понимали, что дорога каждая, не то, что час, минута, минута. Вы находили людей по одному? Ну, нифига. Была ситуация, что, ну, уже ясно, что погибший, все обозначили, достаешь, а потом общий ребенок, матери защищали своих детей. Ну, уже видели такие случаи, да? Да, видели, и как... Обнимали? Обнимали, закрывали собой, пытались спасти, ну, говорят, что были случаи, что доставали живых детей, по которым были спасены родители. Родители уже нет, а дети живые. Ну, как сами родители, ну, тяжело, конечно, это видеть, и особенно горе матерей, отцов, страшно это смотреть, но, опять же, отключаешься полностью, где-то там отвернешься, скупую мужскую слезу утрешь. Ну, все-таки была эта слеза, это же невозможно, ну, иначе невозможно, я понимаю, что сконцентрироваться надо на работе, все же люди все равно. Ну, люди. Я просто читала и слышала эти истории, когда мама с папой обняли ребенка, да, и вот, да, засыпанный ребенок жив, мама с папой так его прятали, что им удалось спасти этого малыша, и он оказался жив, а где-то, да, вот такие случаи, как вы говорите, когда закрывали своим телом, но, в общем-то, не удалось это. К сожалению. После того, как вы приехали, психологи работали с вами? Психологи, наверное, еще дойдут, пока нет, ну, личный состав уже... А я понимаю, что вы мужики крепкие. Приступили уже к работам в штатном режиме, обслужили оборудование, как будто не было командировки. Но вообще психологи ведь работают со спасателем? Работают. Постоянно. Перед отправкой, ну, есть требования, мы проходили, врачи проходили медицинское обследование, такой экспресс, и психологи поработали на приборах, тестирование, там говорили, кто-то устал, кто-то нет, но все прошли. Были те люди, которых не опустили? Которые устали? Ну, вот психологи понимали, что они не готовы к такой трагедии? Нет. Все готовы. Все прошли психологов, ну, там какие-то внутренние где-то у кого-то паспорт на подходе, ну, такие технические моменты. Ну, так оказались крепкие. Оказались готовы все. Даже люди, многие хотели ехать, но отбор был, ну, команда собрана, ну, где-то у кого-то какие-то причины, командир часто спрашивал, может, у кого-то есть причины, которые влияют, ну, не может ехать. Никто не отказался, но никто не дрогал. Сергей Николаевич, вы пришли на интервью с сыном, он вас ждет. Скажите честно, вы ему звонили? У вас была связь с семьей? Была возможность, при первой же возможности звонил. Звонили? Конечно. Я домой хотел, они меня ждали. Ну, я про то, что в таких ситуациях, когда видишь, ну, трагедии, как-то свои вообще становятся, становятся, ну, они всегда ценные, ты всегда их любишь, но в такие моменты хочется знать, что с ними все хорошо. Почему спрашивала? Связь была с домом. Связь была, да. У нас налажена была спутниковая связь для, ну, это, для служебных работ. Связь была и с рабочими участками, и радиосвязь, и интернет-соединение. Как бы проблем с связью не было никаких. Ну, интернет был на базе, раздавали, поэтому... Вы все переживали дома? Все переживали. Ну, потому что, знаете, мы тоже переживали, когда вы находились там, то один толчок, там, то второй толчок, то вроде автошоки, то есть ты понимаешь, да вообще ваша работа сопряжена с большими рисками, ведь, как вы говорите правильно, не всегда и не везде можно пойти вперед, собака идет первой. Там все могло обвалиться и дальше. Могло, но это наша работа, она всегда сопряжена с риском. Вот, автошоки были, даже они ощущались в лагере. Да, обедаешь там или лег отдыхать, только так, трясануло. Был один толчок-то, ну, секунд пять-шесть, даже видно было визуально, как стулья трясутся. Ну, мы уже привыкли, там, три-четыре толчка в день, это как бы норма. Этот город, на ваш взгляд, он, через сколько лет он вернется к жизни? Вернется ли в том облике, каком он был? Но ведь вы ехали по нему, разрешение страшное. страшное, и такое ощущение, что просто стирка из карты его можно стирать. Вот. Тут столько времени надо убрать это все, обследовать все здания, что-то придется сносить, что-то усиливать. Вы скажите, как люди там сейчас живут? Вот вы говорите, что не все уехали. Ну, уехали не все. Кто-то все-таки надеется найти своих родственников. Кому-то может некуда ехать. Наши парни работали на одном участке, где извлекали живых людей. И через дорогу жила семья. У них здание двухэтажное, разрушилось. И они разбили две палатки и живут рядом с домом. Ну, у них национальность, и они живут большими семьями. Там все. И вот парни приехали и говорят, что там нет еды. И ребята предложили скинуться сухпайками. Мы получили свои сухпайки на двое суток, собрали все. Ну, кто-то себе там что-то оставил, чтобы минимально прожить. И мы отвезли в эту семью. И я первый раз видел, как маленькие дети радуются обычной печеньке. Обычной галете. Эмоции, конечно, перехлёстывают, переполняют. И ты понимаешь, что ты живёшь настолько в комфортных условиях. Мы часто этого не понимаем. Да. И идёт переоценка ценностей. Где-то переоценка, где-то ты начинаешь ещё больше ценить то, что у тебя есть сейчас. Вот. Дети, у них одна машинка игрушечная на пять человек. А сейчас у некоторых и машинок этих не будет. Возможно, да. И тяжело видеть, конечно, это, чем смогли, тем помогли. Наши нашли шесть человек. Вы хоть этими эмоциями успели поделиться, когда приехали? Приехали, обсудили, как, что, чего. Потому что, ну, это опыт, это первый выезд, первая такая реакция нашего государства на бедствие такого масштаба. Вот. И для отряда, для нас самих это бесценный опыт, хоть и печальный. Конечно. обсудили моменты какие, где-то на что надо упор делать. Потому что, когда проходишь аттестацию, тебе создают условия международные. Можно создать условия, ну, так скажем, развалившихся конструкций, но нельзя создать условия такого горя, человеческого горя. Ну, невозможно такие условия создать. То есть, я так понимаю, что все равно это был шок. Все равно. Шок? Но сознание приходит позже. ты домой приезжал, ну, я лично про себя, что, да, это горе, и, ну, с этим надо жить. Жизнь-то все равно продолжается, несмотря ни на что. Поэтому. Дома расспрашивали? Дома спрашивали, и... Вы хотя бы дома выговорились. А дома, а зачем домой это приносить? Да. Дома должно быть мир, тепло и уют. И все. Ты же знаешь, что тебя ждут. Все, и ты с радостью едешь домой. Все, это самое главное. Своим даже ничего не рассказали? Ну, так, чуть-чуть. Ну, это горе, а ничтожишь. И СМИ смотрели разные, контролировали тоже ситуацию, переживали. И прекрасно понимаешь, что переживали не только наши близкие и коллеги по службе. Да и вся страна следила словами. Ну, можно представить, как, что. в ваших глазах все эмоции написаны. Я вас благодарю за это интервью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры